Сыктывкар и Киров. Федеральное агентство воздушного транспорта обнародовало перечень маршрутов, субсидируемых из федерального бюджета. Полным ходом крепкие морозы благоприятствуют обустройству зимника. Первыми дорогу опробует приемная комиссия. Капитальный ремонт в действии. В Наринмаре завершился ремонт первых многоквартирных домов за счет средств жильцов. С главными новостями дня в студии Ирина Цепетова. Федеральное агентство воздушного транспорта обнародовало перечень маршрутов, субсидируемых из федерального бюджета в 2016 году. Всего в перечне 108 маршрутов, из них два из Наринмаров, Сыктывкар и Киров. Оба маршрута будут субсидироваться на протяжении всего следующего года из расчета «Один полет в неделю» и обратно. Маршруты включены в перечень субсидируемых на условиях софинансирования. В бюджете Ненецкого округа на указанные цели предусмотрено 28 миллионов рублей. Предельный размер субсидий по маршруту Наринмар-Киров составляет не более 229 тысяч рублей, при условии его выполнения на воздушных судах вместимостью до 50 пассажиров. По маршруту Сыктывкар-Наринмар не более 155,5 тысяч рублей при аналогичных условиях. В 2016 году полеты по данным направлениям будет выполнять региональная авиакомпания Коми Авиатранс на воздушных судах Эмбраер с частотой один раз в неделю. Добраться до большой земли скоро можно будет и наземным транспортом. На зимнике полным ходом идут строительные работы. Движение по зимней автотрассе для большегрузных и легковых автомашин в этом году откроется в конце декабря. Продолжится до апреля включительно. Выезд рабочей комиссии по приемке автозимника запланирован на 23-24 декабря. О состоянии зимней автодороги водители смогут узнавать еще до выезда на него при помощи электронного табло, которое будет установлено при выезде на трассу. Его ширина составит 5,5 метров, а информация будет обновляться дважды в сутки. В настоящий момент подрядная организация продолжает работы по устройству зимника Наринмар-Усинск. Уже построено 65 километров зимней автодороги со стороны Наринмара и около 20 километров со стороны Усинска. Производится проминка полосы автозимника и пролив полотна временной дороги. Завершаются работы по устройству снеголедовых дамб через реки Лая и Харьяха. 17 единиц техники работают в круглосуточном режиме. Ожидается, что движение по дороге для большегрузных и легковых автомобилей в этом году откроется в конце декабря и продолжится до апреля включительно. Выезд рабочей комиссии по приемке автозимника запланирован на 23-24 декабря. Финансирование строительства и содержание зимника Наринмар-Усинск является одним из пунктов соглашения между администрацией Неницкого округа и компанией «Лукойл». Согласно дополнительному соглашению о сотрудничестве, подписанному администрацией региона и нефтяниками, «Лукойл» на социально-экономическое развитие округа дополнительно перечислит более 90 миллионов рублей. Кроме того, «Лукойл» безвозмездно передаст в собственность округа имущественный комплекс. Соглашение было подписано Игорем Кошиным и Вагитом Олег Первым в заочном порядке. Оно является дополнением к соглашению о сотрудничестве между администрацией региона и правлением «Лукойла», подписанному сторонами в ноябре прошлого года. Неформальный, а практический подход к социально-экономическим обязательствам наших нефтяников дает совершенно конкретные результаты. «Счастливых и образованных детей, успешных студентов, выдающихся спортсменов, преображающиеся населенные пункты округом», говорит Игорь Кошин. «Современная экономическая реальность испытывает нас на прочность, но тем крепче наша взаимоподдержка и тем важнее конечный результат». Передаваемый имущественный комплекс, который становится собственностью администрации НАУ, состоит из административного корпуса и общежития, находящихся в поселке Искателей. Помимо передачи комплекса «Лукойл» дополнительным соглашением подтвердил намерение продолжать поддерживать спортивные, культурные и образовательные мероприятия, проходящие в округе. В «Первые ласточки» в Наримаре завершился ремонт домов за счет средств фонда содействия реформированию ЖКХ. Благодаря собранным жильцами деньгам удалось отремонтировать две двухэтажки. Обновление третьего дома вошло в завершающий этап. Напомню, почти год жители нашего округа собирают деньги на капитальный ремонт своих домов. Каждый собственник с января оплачивает по 6,5 рублей с квадратного метра своей квартиры. Всего в программу на 30 лет включено более 300 домов. За 11 месяцев в регионе было собрано порядка 31 миллиона рублей. Одним из первых домов, которые прошли обновление за счет средств программы по капитальному ремонту, стала двухэтажка по адресу улица Первомайская, дом 3. Здесь обновили кровлю, систему электроснабжения в подъезде и заменили и утеплили фасад. Кстати, технология обшивки серьезно изменилась. И что примечательно, в лучшую сторону. Фасад сейчас покрывают евровагонкой. Она позволяет дереву дышать, что препятствует загниению. Во втором доме по переулку Северному-4 фронт работ был меньше. Заменили систему газоснабжения, отремонтировали и утеплили чердачные перекрытия. Изменен и подход. Все вопросы, которые касались ремонта, решались не на верхах, а собственниками жилья. Приемка работ также проходила непосредственно при участии жильцов. Приемка осуществлялась комиссией, в которую входили представители от собственников, от подрядной организации, от заказчика, от фонда, также от департамента строительства ЖКХ и представители органов местного управления и управляющей организации. То есть достаточно большая комиссия. У каждого были свои замечания, предложения, которые в ходе приемки были, в принципе, устранены. Специалисты фонда регионального оператора программы отмечают, что качество работ высокое. Это во многом благодаря конкурсу, на основании которого выбирали подрядчика. Ведь в основе лежала не цена контракта, а качество и сроки выполненных работ. Так, просто есть определенный регламент по оформлению документов, в течение которого комиссия должна принять после моего письма. Сдача у нас происходила 23 ноября. Вот, просто срок, почему, допустим, вы сейчас снимаете. Да, действительно, оформление шло. Значит, очень много было технических моментов, которые необходимо было отразить. Но на будущее это будет быстрее. Насколько быстрее получится провести все формальные процедуры, подрядчики смогут убедиться уже в ближайшее время. 25 декабря должна состояться комиссия по приемке третьего, последнего на этот год, капитально отремонтированного жилого дома. Сейчас на объекте Ленина 54 строители делают последние штрихи. Алена Валей, Вадим Носкин, Телеканал Север. В Наринмаре подвели итоги конкурса грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса. 5 миллионов распределили среди проектов на оказание различных услуг населению. Бросок в Заполярье. Участники экстремальной экспедиции вернулись в Наринмар, только уже не по зимнику, а по воздуху. Полтора миллиона рублей на частный детский сад. В Наринмаре подвели итоги конкурса грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса. Одним из победителей стал социально значимый для округа проект «Негосударственный детсад». Открыть его планируют уже весной 2016-го. Частный детский сад для нашего региона – ноу-хау. Сегодня в Наринмаре, как альтернатива государственным дошкольным учреждениям, существуют только группы временного пребывания, где дети находятся не более 4 часов без питания и сна. Вопрос о создании полноценного частного детского сада назрел уже достаточно давно. Сотни детей в возрасте от 2 до 3 лет сегодня стоят в очереди на места в сад. А если есть спрос, есть и предложение. На предоставление гранта на создание частного детского сада подали заявки сразу два начинающих предпринимателя. Победителем стало ООО «Садком». «Комиссия приняла решение, что предоставить грант, причем грант достаточно серьезный, именно финансово, тому предпринимателю, который уже работает в этом направлении. То есть у него проведена очень огромная подготовительная работа. У них идея уже воплощена в части того, что стоит дом, проходят ремонтные косметические работы, причем уже проходят те работы с учетом всех разрешений, санпинов, высота раковин для малышей, то есть где поставить кровать, где поставить объединенный стол». Открыть частный детский сад планируют уже весной следующего года. А на деньги, полученные в качестве гранта, приобрести инвентарь и обустроить детскую площадку. Всего на предоставление грантов было предусмотрено 5 миллионов рублей. Финансовую поддержку получили еще семь проектов. Среди них создание электротехнической диагностической лаборатории до 100 киловатт, проект по развитию въездного экотуризма и организации зимних рыболовных туров, организация сбора, хранения и перевозки рыбы, строительство автокомплексов в поселке Искателей, организация клининговой компании, запуск официального сервисного центра обслуживания офисных машин и вычислительной техники, включая бесплатное гарантийное обслуживание и развитие студий иностранных языков «Полиглот». Все эти проекты предполагают создание новых рабочих мест и оказание населению различных услуг. На их реализацию предприниматели получили по 500 тысяч рублей, на что их потратить они решают сами, но за средства придется отчитаться. В течение первых шести месяцев предприниматель реализует средства гранта и отчитывается перед нами за потраченное средство. Весь порядок у нас прописан в соглашении с каждым предпринимателем. По словам Ирины Тихомировой, в течение еще трех лет комиссия будет смотреть, как развивается бизнес у того или иного предпринимателя и по необходимости оказывать помощь. Ирина Цепетова, Александр Туркин, Телеканал «Север». Основам ведения бизнеса окружные предприниматели могут научиться в рамках федерального образовательного проекта «Опора России». 18 декабря пройдет итоговое мероприятие. Уникальная программа обучения молодых и начинающих бизнесменов была впервые реализована в регионе. В течение полугода в Наринмаре проходили образовательные семинары, деловые игры и лекции с участием именитых бизнесменов. Участниками и слушателями программ стали окружные ученики, студенты и предприниматели. На завершение образовательного курса организаторы пригласили в округ владельца компании «Шокобокс» Андрея Шаркова. Также на встречу приедет делегация из молодых предпринимателей разных регионов России. На заключительном мероприятии будут подведены итоги и награждены самые активные участники. История покорения Северного края расходится по стране. Участники проекта «Бросок в Заполярье» добрались до Наринмара, где презентовали картину о своем автопутешествии. Любительский фильм уже посмотрели в 10 городах России. Но этот показ для авторов особенный. Его оценивают жители Неницкого округа, которому и посвящен фильм. Поездки на север России пока не очень популярны. И мы хотели показать, как можно совершить такое путешествие, не используя сверхподготовленные внедорожники на 35-й резине и не вкладывая очень большие деньги на подготовку автомобилей. Более миллиона километров по просторам России, по тайге и степям, югу и северу страны. Любители-путешественники и неуемные экстремалы добрались до Неницкого округа. В конце января 2015 года команда клуба «Градусы открытий» отправилась покорять Заполярный край. Среди других регионов России он наиболее недоступен и малознаком. Чтобы окунуться в мир снегов и безмолвных пустынь, им предстояло пройти от Санкт-Петербурга до Наринмара. На автомобиле это более 6 тысяч километров. Мы где-то почти сутки ехали 70 километров. Это был самый тяжелый путь. Это вот первая часть зенека. Дело в том, что ее не расчерчали вообще. Была метель. Таскали друг друга постоянно. Как признаются авторы фильма, именно зимник стал импульсом к путешествию. Водители даже крупных городов не всегда могут сказать, что такое снежная трасса. А тут настоящий экстрим. Потому что несколько дней, конечно, без каких-то событий. Это довольно скучно. Яркие кадры фиксировали два оператора. Ведь это было не просто путешествие, а экспедиция. Ребята намерились перевести из Ненецкого округа фильм, который развеет все стереотипы. Интересно, в принципе, подчеркивают те особенности, которые у нас существуют, и реально создает у людей желание побывать в Ненецком округе. Причем он честный. Знаете, как бы это не рекламный ролик. Это то, что ребята увидели в ходе своего путешествия, о чем они рассказали. И снят на самом деле довольно-таки качественно. Хороший фильм. В фильме есть место северным оленям, шаману, площади Маратсей и Пустозерску. Взглядом человека с большой земли ребятам удалось просто и точно рассказать о далеком северном крае, до которого из Москвы всего три часа на самолете. Я рекомендую не сомневаться и ехать, потому что впечатления, которые получите здесь, они запомнятся на всю жизнь. Совершенно точно. Это гарантирует. Даже если с зимником повезет и удачно проедете, даже если не попадете, может быть, к оленеводам или к шаману, но хотя бы что-нибудь одно, если вы даже зацепите, уже эмоции будут выше крыши. Зрители картину приняли положительно. И теперь надеются. Ненецкий округ больше не будут путать с Ямалом. И ударение будут ставить исключительно на первый слог. Валентина Чебичик, Роман Делимарский, Телеканал Север. В регионе завершаются дни ненецкой письменности. Одним из заключительных событий стала выставка известного филолога, педагога и автора учебников по ненецкому языку. В Ненецком округе завершаются дни ненецкой письменности. Заключительным пунктом в большой программе станет форум, где обсудят концепцию сохранения и развития ненецкого языка в регионе. В преддверии форума в библиотеке имени Печкова открылась выставка книг известного филолога Елены Толеевой. В библиотеке имени Печкова собрались земляки из Нельминоноса, одноклассники и сокурсники Елены Толеевой. На встречу она не приехала, но передала привет на родном ей ненецком языке. Известный филолог, педагог и автор учебников по ненецкому языку хорошо помнит своих близких, хотя родной округ она покинула в 61-м. Выпускница педагогического университета имени Герцена уехала на Ямал, чтобы посвятить свою жизнь национальной школе. Исследовательская, научная и педагогическая работа увлекла её на целых 40 лет. Её учебники вышли с авторствием с Анатолием Ивановичем Рожиным, Мария Калина Бармич, Еленой Григорьевной Сусой. Учебники именно для начальных классов, это первый, второй и третий классы. Они были первыми и они остаются первыми. Помимо учебников Елена Михайловна составляла методические пособия для учителей и преподавателей родного языка, собирала фольклор, изучала историю ненецкого народа. Её мечта, оставить память о культуре и языке потомкам, сбылась. Сегодня труды Елены Талеевой переиздаются и снова попадают в руки любознательным читателям. Валентина Чебичек, Леонид Шишелов, телеканал «Север». В регионе начинается череда праздничных новогодних ёлок. Самой большой, как по величине зелёной красавицы, так и по количеству детей, станет губернаторская ёлка. Их будет несколько, они пройдут в этом году, 18 и 19 декабря. Губернаторские ёлки посетят 650 отличников учёбы, а также дети, добившиеся успехов в спорте и искусстве. Среди них более 127 человек из 12 населённых пунктов округа. Дети будут пребывать на Ринмар организованными группами с родителями и педагогами. Размещать гостей будут в школе-интернате. Списки уже подготовлены. Как отметила руководитель Департамента образования, культуры и спорта Галина Медведева, никакие особые требования к учащимся не предъявляются. И отсутствие прививок у детей не является ограничением для участия в губернаторских новогодних ёлках. Наличие справки о проведённых профилактических прививках, справку об отсутствии контактов с инфекционными больными в течение 21 дня, а также медицинский осмотр перед отправкой не позднее трёх дней до выезда. Такие строгие требования предъявляются к счастливчикам, которые 26 декабря станут участниками ёлки в Кремлёвском дворце в Москве. На грандиозный новогодний праздник отправятся 8 школьников, отличников учёбы, активистов, победителей предметных олимпиад и спортивных соревнований из школ посёлков Индига и Харута, городских школ номер 1, 3, 4 и 5, Неницкой школы-интернаты и коррекционной школы-интернаты. Без новогодней сказки не останется работающая и обучающаяся молодёжь. 18 декабря для них пройдёт традиционный молодёжный бал. Тема по страницам мастера и Маргариты приурочена к Году литературы в России. Такова была информационная картина этого дня. Далее прогноз погоды.